добрый день 16 августа опционный фонд значит первое сделал замечание что в портфель входят не только стоки но и фьючерсы и тф и индексы поэтому название действительно имеет смысл привести в более соответствующий вид а именно первый счет сейчас называется 100 сток он фокус это как бы опционный портфель с низким риском поэтому его назову low risk что будет соответствовать задуманным позициям значит там два типа позиция опционные облигации это опционная змея и календарный спирт плюс один и та и другая требует минимального участия в управлении так здесь средний риск медиум да вот так будет называться первый второй счет это первое замечание второе замечание значит два раза в неделю я буду его открывать потому что как бы я стремлюсь к тому чтобы минимальное было управление то есть в общем то можно было для для первого счета достаточно один раз в неделю второй почаще что первые позиции открываются на более длинный срок и вообще сторонник минимального управления то есть мне больше нравится как бы автоматическая система чем ручная с постоянным ролированием значит краткий обзор обоих счетов да тут я тоже название по меню будет называться low risk значит ну я вижу что результаты практически те же то есть реализована 1977 минус и не реализована 562 плавающий в общем результат минус 1400 долларов это практически до выходных так и было связано это было с ролированием значит счет свободно 22 то есть на 50 процентов он свободен пятьдесят тысяч был изначально сейчас если все закрыть 48 584 в этом ничего страшного не вижу потому что вот для примера значит опционная змея была открыта одинаковая то есть одна и та же техника 1 2 3 4 5 6 штук значит одна была 30 мая и 5 на следующий день то есть в одно и то же время на высокой волатильности не сразу после 6 мая а там спустя почти месяц вот все они в плюсах вот видно что небольшой у них плюс там четыре с половиной три пять то есть так как они должны себя вести но вот этот счет это пассивный счет то есть выстрелил забыл можно посмотреть как это выглядит то есть там точно надо балансировать уже но я этого делать не буду хочу посмотреть общий результат ну да понятно что при такой дельте тут надо ту ногу уже поднимать соответственно вот эту экспирацию она тоже поднимет плюс но тем не менее не буду вот тут рядом эта зона она может туда попасть там и так понял часть из шести змей она туда заехала вот это вот это например это я к тому говорю что есть вот эти длинные позиции опционные облигации они требуют минимального участия что и хорошо нет она тоже здесь то есть тоже надо балансировать вот переходим возвращаемся к счету stockman focus а точнее low risk значит портал это портфеля 109 долларов в день сейчас минус 1400 ну то есть через две недели попадаем в плюсы медленно и неторопливо так я в принципе рассчитывал то есть это сначала будет около трех недель а поскольку еще и счет загружен то добавляю сюда позицию кандидат кандидат кандидатов и заранее выписываю так на сегодня 3 значит открою я китайский индекс fx и хин хуа индекс в данном случае это тоже индекс 25 крупнейших китайских компаний здесь просто вижу имплайт волатильность выше исторической но улыбку волатильности китайская то есть не очень огромная но достаточно для того чтобы опционную змею сделать так я ничего не перепутал там у меня были еще кандидаты на первый на второй счет так кандидаты опционную змея до принципе вот эта группа загадочным образом исчезают куда-то ноги вот буквально четыре часа назад поставил то есть сейчас мне надо примерно на 5000 открыть при таком графике до 1 будет на 40 февраль хотя нет можно и январь здесь открытый интерес большой спреды меньше так самый простой от с маленьким профилем тут покупают у сразу продаю и того у меня минус 400 24 доллара и могу здесь не 10 продать а например только минус 8 так это у нас 15 а нам надо около нуля или даже небольшая минус 7 ставим так уже лучше уже лучше что мы имеем ну да вот эту зону мы перекроем тут ноль а тут 28 процентов доходности ну что можно либо передвинуть сюда да давайте сделаем так минус 7 сюда дельта снизится да вот эту зону я по-любому перекрываю а дельта у нас минус 1 и 9 вот такой вариант подходит конвертирую три с половиной тысячи как бы маловато надо 12 12 но здесь минус 8 да вот как то так под 4000 все и с этим счетом пока все так и второй счет более динамичный средний риск так значит 22 кандидата диагонали я бы говорил о том что второй счет будет заполняться календарными комбинациями использующие отклонения то есть от рациональных прежде всего на волатильности не обязательно календарный спор это или двойной это в данном случае хорошая комбинация диагонально acl ну вот видно 24,3 здесь 19,5 это очень большая разница это больше 20 процентов по волатильности значит если я делаю классический диагональный спред то картинка вот такая там еще можно добавить да ну то есть вот тут дельта будет совсем неполно нейтральная слышать не очень хорошо а если на один меньше продам то как бы вот так вот она будет да то есть вот такой вариант мне даже больше устроить 9 продал 10 в качестве хеджа купил на 3 500 значит доля каждой позиции по второму счету тоже будет увеличена до 7 до 10 процентов потому что следить за 20 позициями я не смогу при неторопливом так сказать сопровождении счета два раза в неделю при том что потом ей открываться не буду только так смотреть так 3 500 да то есть это соответствует процентов 7 8 конвертирую я не посмотрел еще состояние счета было вот по открытому да тут практически по нулям значит результат счета практически минус 900 долларов из которых насколько я помню это все на квартальные отчеты то есть не занимался от квартальными отчетами имел бы сейчас позиции возможно с минимальным плюсом это смотрю генс вышел в плюс стец постепенно эти тоже позиции там в течение одной и двух недель выходят плюсы то есть потенциал здесь есть до хорошего здесь можно здесь то есть вполне это доступно тут вообще 24 дня так и второй кандидат на второй счет это арун двойной календарный спрей значит тоже используется разница по волатильности сентябрь-октябрь 54 50 сегодня волатильность смотрю октября во второй половине поднялась было 48 это к тому чтобы падать было как можно меньше что-то она может упасть до 45 вот сейчас она может упасть вот этот на пять процентов такая позиция то есть возможным невозможно надо будет выходить досрочно другой вопрос насколько вот эта разница по волатильности будет расти что опять же определяет максимального риска разницей между опционами надо искать маленькую разницу значит здесь на две сто пятьдесят пятьдесят все конвертирую и все на этом пока все сидим ждем смотрим вот и но такая мысль что поскольку на рынке очень много вариантов критериев то на будущее для того чтобы эффективно как бы такие нерациональные ситуации использовать имело бы смысл даже сделать разделение труда один человек собственно говоря ищет эти варианты а другой их потом сопровождает в каком плане что каждый из позиций возможно к ролированию но и которую можно заранее уже писать где чего надо делать но в то же время это трудоемкая работа ролирование если у вас одна позиция и и ролировать это ладно а если 20 то это уже будет здоров где что надо поставить в то же время надо все время сканировать рынок на предмет нерациональных ситуаций и вот эти две функции возможно имеет смысл разделять чтобы делать каждую из них лучше такая вот мысль спасибо